В то время, как президент России занят обнулением своих президентских сроков, его самого по полной программе обнуляет наследный принц Саудовской Аравии. Владимир Владимирович забыл о том, что Восток – дело тонкое, ведь иначе Россия вела бы себя деликатнее на переговорах организации стран экспортеров нефти. Напомню, что в начале марта страны ОПЕК не смогли договориться об очередном сокращении добычи. Договор сорвался из-за неожиданно наглой позиции России, делегация которой демонстративно досрочно покинула заседание. Пишут, что россияне вели себя вызывающе и буквально нахамили кронпринцу Мухаммеду бин Салману. Наглость необходимо гасить проворнее, чем пожар. Видимо, именно этой фразой древнегреческого философа Гераклита руководствуется Мухаммед бин Салман бин Абдель Азиз аль Сауд, наследный принц Саудовской Аравии, который в узком кругу называет Путина лгуном и высокомерным коротышкой, мечтающим стать властелином мира. После того, как Россия демонстративно сорвала сделку ОПЕК, фактически кинув своих арабских партнеров, Саудовская Аравия пошла вабанг, уронив цены на нефть до неприемлемых для России цифр. Цены рухнули. Просто рухнули. Дело в том, что российский бюджет сбалансирован при цене 42 доллара 40 центов за баррель, а нынешняя цена плавает уже ниже 30, что, впрочем, вполне устраивает саудитов. Они готовы ронять цену и дальше. Между тем, Мухаммед бин Салман теперь вообще отказывается от общения с Путиным. Единственное, чего до сих пор смогли добиться в Кремле, это вытащить из саудовского кронпринца ни к чему не обязывающее обещание создать совместную рабочую группу. При этом принц демонстративно отказался называть сроки создания такой группы, что было воспринято в Кремле как откровенное издевательство. Тем временем поступают сведения о том, что одним из основных факторов возмущения саудитов стало то, что Путин через российские спецслужбы организовал кампанию дискредитации кронпринца Мухаммада бин Салмана и всей королевской семьи. Одновременно спецслужбы России предпринимают попытку организовать дворцовый переворот в Саудовской Аравии. Похоже, что именно с этим связаны последние репрессии против ряда членов королевской семьи, которые были арестованы. Кронпринц Мухаммад бин Салман в долгу не остался. Он попросил власти Объединенных Арабских Эмиратов заморозить счета приближенных к Путину бизнесменов в своих банках, где в частности находятся счета топ-менеджмента крупнейших российских госкорпораций и даже одного из ближайших к Путину олигархов – Геннадия Тимченко. Деньги Тимченко заморожены. Речь может идти о сотнях миллионов или даже о миллиарде долларов США. Причем это могут быть и деньги Путина тоже, что скорее всего так и есть. Думаю, что россияне точно не хотели такой откровенной конфронтации с саудитами. Вернее, хотели как лучше, а получилось как всегда. Ответка вышла очень болезненной для России. Но это еще далеко не конец. Саудиты настроены решительно. Как бы с обнулением сроков Путина и вся Эрефия не обнулилась медным тазом, до карточек на хлеб, голодных бунтов и физического обнуления Владимира Владимировича. То, во что верится с огромным трудом, порою часто становится закономерной реальностью. Спасибо за внимание. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, поддерживайте нас на Патреон. А также не забывайте о наших страницах в соцсетях. Всем добра и здоровья. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!